Всем привет! Меня зовут Алена, я персональный стилист и вы попали на мой канал YouTube. Сегодня будет видео на вечно актуальную для нас девочек тему стильно или устарело. Мы разберем разные категории вещей и несколько аксессуаров. Если вам хочется послушать, что сейчас модно и актуально, а что стоит убрать уже в утиль, то оставайтесь со мной и продолжайте смотреть это видео. На моем канале уже есть несколько роликов на подобную тематику. Я обязательно оставлю для вас ссылки на них внизу в описании к видео в инфобоксе. Проверяйте, там я разбирала разные другие категории вещей, приводила примеры. И в разных форматах я это делаю. Что-то я показывала на себе, в магазинах что-то я показываю как примеры вдохновения со стритстайла. Сегодня мы с вами поговорим о следующих категориях гардеробных единиц. Это джинсы. Какие посадки и формат джинс на сегодняшний день наиболее актуален. И отчасти я затрону тему, как их выбирать. Брюки, потому что это тоже очень острая тема и многие из вас под предыдущим видео просили меня разобрать брюки. Поговорим с вами про джинсовки, потому что, ну, лето на носу и где-то, я знаю, в некоторых регионах России, и не только сейчас уже. Лето реально наступило по погоде, поэтому для лета самый, пожалуй, актуальный вариант верхнего плечевого изделия, можно сказать, летние верхние одежды, это джинсовка. И несколько вариантов под обуви. Я поговорю с вами о туфлях-лодочках, потому что это, пожалуй, тоже для многих боль. Часто кажется, что вроде бы они нормальные, но потом оказывается, что они как-то выглядят не так, как на стильных девушках в Инстаграме, поэтому поехали. Начну я, пожалуй, с джинсовок. И рядом со мной, как и всегда, я буду показывать для вас варианты и актуальных моделей, чтобы вы понимали визуально, как они должны выглядеть, и устаревших тоже, чтобы вы, опять же, имели представление, вдруг у вас в гардеробе что-то подобное есть, тогда вы поймете, что это стоит уже убрать оттуда. И если какие-то модели будут из интернет-магазинов, из действующих коллекций, то я буду подписывать, откуда они, и в инфобоксе вас также будут ждать ссылки на эти вещи. Итак, джинсовки. Никого, наверное, не удивлю, особенно если вы моя постоянная зрительница и смотрите меня от видео к видео той фразой, что сейчас наиболее актуальна свободная посадка. Но, девочки, это не значит, что вам нужно рядиться в тотальный оверсайз, чтобы это была джинсовка вам практически до колен. Например, если вы малышка, но вроде как оверсайз в моде, а у вас рост, например, метр пятьдесят два, и вы покупаете себе оверсайз джинсовку, она вам практически как плащ. Конечно, нет. Нужно учитывать обязательно свои особенности телосложения, в том числе рост, какие-то особенности по объемам, где у вас их больше, где меньше, например. Либо у вас широкий плечевой пояс, либо у вас объемные бедра. Это все влияет на те вещи, которые мы для себя выбираем. И, кстати говоря, я не могу об этом не сказать, потому что потом я знаю, что мне будут писать девочки, ой, я пропустила, я опоздала. Завтра, девчонки, стартует очередной поток, четвертый поток моего курса по стилю. Если вы хотите разобраться лично в себе, в своей внешности, в своей фигуре, и понимать, какие вещи идут лично вам, а не просто по общим словам пытаться в темноте найти дорогу к этим вещам, то приходите на курс, я вас буду этому обучать и все очень подробно рассказывать. У меня есть на канале отдельный анонс курса, там максимально подробная информация. Ссылка на него есть под видео, сейчас на экране она тоже есть, поэтому посмотрите, если вам это актуально, я вас очень жду. Что же касается джинсовок, какой есть нюанс? Да, актуальна свободная посадка, но джинсовка ваша может быть разной длины. Если вы девушка высокая, если у вас нет слишком широких плечей, то вы можете себе носить джинсовку а-ля с мужского плеча, либо она действительно из мужского отдела может быть, либо она в стиле мужском сделана, то есть это прямая джинсовка, без каких-либо талевых выточек, которые именно садят вещь по фигуре, то есть она не должна сидеть тесно. Вот это нет. Но ваша джинсовка ровно так же может быть и укороченной, но при этом объемной. Я, кстати, показывала подобного кроя джинсовку на себе в своих покупках в предыдущем видео на канале. Лавандового цвета, очень красивая. Такая джинсовка прекрасно подойдет девушке невысокого роста, потому что удлиненная модель визуально может делать вас еще ниже, если только вы не добавите каблук. Но мы не часто носим джинсовку с каблуками. Чаще всего джинсовку мы надеваем тоже с каким-то casual внизу, и в том числе, допустим, кеды или кроссовки. Поэтому, если вы миниатюрные, если вы не высокого роста, и если у вас нет экстремального объема на бедрах, вы можете спокойно для себя выбирать укороченную модель джинсовки. Если же, девочки, у вас объемные бедра, то послушайте меня внимательно, вам нужно выбирать джинсовку, и тут уже, кстати, не важно, куртку, плащ, пуховик, трейдж, все что угодно, верхнюю одежду, которая не будет заканчиваться у вас на самой широкой точке бедра. Потому что, таким образом, эта верхняя одежда создает дополнительную горизонталь в районе вашей самой широкой точки бедра, и это еще сильнее визуально расширяет вашу фигуру, то есть, утяжеляет бедра. Если у вас бедра объемные, если вы их не стесняетесь, вам это нравится, это абсолютно нормально, то вы можете спокойно брать укороченную модель, и ваши бедра будут видны. Если вы, наоборот, хотите это скрывать, то мы выбираем удлиненные модели, которые будут наше бедро закрывать. Теперь о джинсовке, я думаю, будет логично перейти к джинсам. Джинсы – это больная боль. Для многих, на самом деле, я действительно знаю, что сложно подобрать в целом джинсы, которые сядут лично на тебя. И здесь, естественно, первоочередное значение имеет тип вашей фигуры, особенности вашего телосложения. Уже потом мы рассматриваем то, что актуально, модно, я сейчас, конечно, об этом скажу, но, девочки, даже если в моду вернутся скини, по этой фразе можно понять, что они сейчас не актуальны, но даже если они вернутся прям массово, я имею в виду, будут в тренде, если ваш тип фигуры эти скини не красят, это не значит, что их все равно нужно носить. Нужно носить то, в чем вы выглядите конфеткой, то, что вас делает наиболее привлекательной, вашу фигуру наиболее гармоничной. Это то, что я хочу донести, и в каждом видео, наверное, об этом говорю. Но по поводу актуальности джинс. Какие модели не актуальны? Не актуальны, как я уже предисловие, можно сказать, сделала, джинсы в формате скини. Не актуальна по-прежнему очень заниженная посадка, и комбинация вот этих двух моментов скини на заниженной посадке, это просто антитренд. Исключение из правил, это скини черного цвета. Вот они как-то не выглядят не стильно, даже в образах сегодняшнего дня. И белый вариант, в принципе, тоже допустим. Но синий деним с такими, знаете, еще потертостями по центру бедра. Это, в принципе, эффект, который полнит любые ноги. Запомните это, и не покупайте такие джинсы, если вы не хотите, чтобы ваши ноги выглядели объемнее. Я знаю, что есть девушки, которые хотят этого эффекта. Тогда, ну ладно, но это анти-современно выглядит уже. Вот так давайте скажем. И еще неактуальна чрезмерная рванина. Сейчас лето, и, скорее всего, в многих магазинах одежды, даже в сетевых и вроде как современных, той же Заре, могут появиться модели джинс с рваными элементами. Иногда эта рванина очень активная. Это было актуально года 4, наверное, назад. Ну, 3 еще, может быть. Но сейчас нет. Сейчас, если мы хотим рваные джинсы, то это должна быть какая-то, знаете, интеллигентная порванность. Самый топ это джинсы, которые сделал бренд Мартан Маршелла, насколько я помню, и они порванные по бедру сбоку. Такие два больших, это даже не надрывы, а разрезы, можно сказать. Сейчас их косплеит, как говорится, уже много кто. И в Лайме есть такая модель в этом сезоне. Можно, вот такое можно. Это выглядит актуально. А вот другое, то, что вы видите рядом со мной, нет. Такое выглядит очень сильно устаревшим. И, ну, вы можете не выбрасывать эти джинсы, если вы их сильно любите. Уберите их просто куда-то из вашего сейчас гардероба, там, в другой шкаф, не знаю, тресоли, коробки, ящики, что-то, что вы не будете видеть. Они вам не будут мозолить глаза. Если вдруг такая рванина вернется, через 5 лет, например, то вы сможете их достать и снова носить, если этот фасон и конкретно эта модель вам еще будет нравиться. Наиболее актуальные варианты джинс это джинсы-бананы. Да, они по-прежнему актуальны. Мы их носим. Вне времени это джинсы-мамфит. Мамфиты или бойфренды, они плюс-минус одинаково сидят. Тут на каждой фигуре из разного бренда какие-то лекалы сядут лучше, какие-то сядут чуть хуже, поэтому ищем под себя. Но если вы девушка такая, знаете, классического стиля, неформального классического, а просто вам не нужны эти тренды, вы просто хотите выглядеть современно, то вот это тогда ваш выбор. Мамфиты или бойфренды. Но если хочется что-то прям на острие, то это джинсы прямые, скажем так, трубы. Они не обязательно должны быть палаццо, то есть они не обязательно должны быть слишком широкими, но они прямые практически от бедра. Они могут быть защипами, но это все равно прямые джинсы, то есть не бананы. И очень-очень длинные. Вот это то, что сейчас актуально, то, что, скажем так, на пике. Я себе пока такую пару не купила, смотрю, выбираю, не уверена, мое или нет, помодничать. Да, я бы, наверное, взяла. Но я себя наиболее комфортно чувствую, наверное, все-таки в джинсах мамфитах или каких-нибудь бойфрендах. Но это вот прям то, что мне именно нравится. А прямые джинсы надо будет еще попримерять на себе и поприсматриваться. Пока у меня не началась очередная гроза, 15-е за этот день за окном, я постараюсь успеть доснять это видео, чтобы не стало слишком темно. Перемещаемся к брюкам. Про них тоже сказала, что я вам расскажу. Что с брюками? Ну, практически то же самое, что и с джинсами. Все-таки это очень похожие единицы нашего гардероба. Единственное, в брюках не столь актуальны фасоны вот эти вот прямые трубы, straight leg. Скорее на пике все-таки джинсы с защипами по бедру и которые либо являются бананами, либо их еще называют морковками. Ну, то есть что-то такое, слегка сужающееся к низу. Иногда это брюки, которые имеют защип, а дальше это идет прямая брючина, штанина. Тоже выглядит хорошо. Что не актуально, это брючки, которые на вас очень тесно сидят. Их очень много до сих пор во многих магазинах масс-маркета. Те же Zara, те же Mango. Везде они есть. Никуда от них не деться. Так же, как и подстреленные жакеты. О них я уже, по-моему, рассказывала в каком-то из предыдущих подобных видео. Но вот эти брюки, которые, опять же, часто идут еще на заниженной талии, в облипон полный, бывают еще часто укороченные, иногда они полные длинные. Тут это уже не имеет значения. Это просто нет. Вот это реально устаревшая модель брюк. И если вы работаете в офисе, если вам нужен какой-то официальный вариант, выбирайте брюки свободного кроя, полуприлегания хотя бы от бедра. Опять же, таких брюк тоже очень много во всех тех же магазинах, где есть и антитренды. Поэтому, если вы не хотите бананы, то просто прямые брюки это ваш вариант. Ну и давайте по поводу обуви. Что у нас актуально, что нет. Я решила взять в этот раз две категории. Это туфли-лодочки. То, что, по сути, именно как категория у нас идет вне времени, нам они всегда нужны, вне сезона в том числе. И эта категория очень летняя, шлепанцы. Тоже считаю, что необходимо об этом поговорить. По поводу лодочек. Что имеет значение здесь? Вы знаете, девочки, вот мне, честно, сложно описать это каким-то одним словом. Я просто смотрю на пару туфель, и я понимаю, да или нет. Но, если все-таки постараться, то это, наверное, в первую очередь соотношение длины мыса, туфли закрытые, с, допустим, заостренным мысочком, по отношению ко всей остальной ее части. Не знаю, понятно, я объясняю или нет, я обязательно рядом с собой буду показывать иллюстрации. Что я имею в виду? Очень часто бывают туфли, даже на высоком каблуке. Но у них очень маленький мысок, пускай даже заостренный, и иногда он бывает немножко такой скругленный, что ли. Это сразу как-то выглядит более куца. Мое частое слово в подобной категории видео. Если же мыс более вытянутый, более длинный, достаточно плоский и достаточно острый, это выглядит более элегантно, стильно, устремленно как-то. То есть эти линии, они создают динамику в образе. Второе, это каблук. Если он прямой, абсолютно прямая шпилька, без каких-либо прогибов, без каких-либо, причем как с одной стороны от пятки, так и с другой, из внутренней части стопы. Вот если это абсолютно прямая шпилька, и она расположена не по центру пятки, а ближе к концу нашей стопы, это выглядит лучше, чем вот эти вот все сужающиеся каблучки, какие-то изогнутые, выгнутые. Иногда это выглядит очень стильно. Это прям фигурный каблук, но он должен быть фигурным. Реально какой-то формы необычной, а не просто куда-то там чуть-чуть выгнутым, вогнутым. И третье, это форма декольте. Наиболее стильно, наиболее остро, опять же, и может быть даже секси, смотрится декольте довольно-таки глубокое. Это не значит, что у вас должны быть прям видны пальчики, когда они уже начинаются на стопе. Нет, не обязательно настолько. Но декольте должно доходить практически до этого места у туфли. Если же оно глухое, то это делает ногу более куцей. Даже слегка полнит, я могу сказать. То есть, старайтесь выбирать декольте. Оно может быть прямым, но лучше смотрится, если декольте тоже чуть-чуть вытягивается вслед за мыском туфли. Оно может быть асимметричным, да. Но вот чем более глухое декольте, тем хуже выглядит ваша нога в этих туфлях. С обувью, пожалуй, самое сложное, описывать именно с туфлями, потому что, как я уже сказала, вижу, да или нет, но постаралась вам передать свою мысль. Надеюсь, что я сделала это понятно и доступно. И что касается шлепок, то, что мы будем носить, я надеюсь, очень часто этим летом. Смотрите, считается, что вроде как вьетнамки в тренде, но девочки, это не шлепки вьетнамки. Сейчас актуальны мюли вьетнамки. То есть, когда у вас идет вот эта перемычка, простая через палец, и при этом есть каблук, допустим. Или когда она идет через палец, есть еще какая-то шнуровка вокруг лодыжки. Высота каблука может быть разная. Или, например, даже это может быть перемычка через палец, но она довольно широкая, это могут быть какие-то кожаные ленты, а сама обувь, это, например, такие как бы не совсем шлепки, не совсем саба на флатформе, на такой толстой, ровной платформе. Это все, да, это актуально, трендово, необычно, остромодно. Но если мы говорим о простых базовых шлепках, которые вы можете носить, ну, в городе я не вижу, честно, вот простые базовые шлепки, для меня это абсолютно отпускная пляжная история, там, дачная, например, но никак не в городе вот эти простые шлепанцы через палец. Соответственно, если вы все же хотите летом носить не только закрытую обувь, но и открытую, допустим, на плоском ходу, выбирайте себе шлепанцы с достаточно широкими какими-либо лентами. Это может быть просто прямая широкая перемычка через стопу. Это могут быть перекрещивающиеся какие-то широкие кожаные ленты, это может быть переплетение разных кожаных лент, разных по цвету или разной ширины, или составляющий какой-то узор. Да, такие шлепки выглядят стильно и уместно даже внутри города, но простые вот эти вьетнамки, это только у бассейна, на даче, на пляже, где-то там. Там они выглядят уместно до сих пор, то есть нет на них антитренда, такого, что мы их вообще нигде не носим, но в городе есть другие шлепанцы, которые выглядят стильно и уместно. Тоже имейте это в виду. Ну что, на сегодня у меня все. Я надеюсь, что вам со мной было интересно провести эти несколько минут, что для вас они были полезны, это для меня самое главное. Я с вами прощаюсь, мы увидимся совсем скоро в следующих видео. Если вы не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, будет очень интересно, будет много о моде. Я желаю вам отличного настроения, берегите себя. И девочки, напомню еще раз, те, кто хочет научиться стилю, создать свой личный стиль, найти себя в формате стиля и одежды, я жду вас на курсе, мы стартуем уже завтра, буду рада вас там видеть. А я с вами прощаюсь, повторюсь, и до скорых встреч. Пока!